Практически все аппараты, отправленные в космос, отслужившие свою работу, как правило, остаются на орбите Земли в виде мусора. Чем же опасен космический мусор, расскажем в нашем сюжете. 4 октября 1957 года на орбиту Земли был запущен первый искусственный советский космический аппарат «Спутник-1». Это был мировой прорыв для космонавтики. С тех пор в космос отправляют спутники для определения погоды, для телевидения, ракеты и много других объектов. Что-то выходит из строя и в космос отправляют новые устройства. И на орбите образуется космический мусор. На сегодня их больше 100 тысяч частиц разных размеров. Их количество растет не только по мере запуска других спутников, но и в ходе естественной эволюции. Правда, оговорюсь, это справедливо для спутников на высоких орбитах, где очень мало трения земную атмосферу. На низких орбитах этой проблемы практически нет, потому что за достаточно короткое время спутники за счет трения в атмосферу теряют высоту и входят в плотные слои и просто сгорают. К сведению, низкими считаются орбиты, которые имеют высоту от поверхности Земли условно до 1000 километров. Высокие орбиты – это десятки тысяч километров, где плотность атомов земной атмосферы ничтожна. Образование космического мусора можно сравнить с дорожно-транспортным происшествием на дороге, когда два неуправляемых аппарата с разными скоростями могут столкнуться. И в зависимости от столкновения либо просто деформируются, либо от них отлетают какие-то куски, каждый из которых становится отдельным фрагментом мусора и может причинить неудобства другим. Также и космический мусор, который скапливается годами на орбите, может привести к большой катастрофе при столкновении объектами. Так что же делать уже с имеющимся мусором? Во-первых, его каталогизируют по мере возможности. Понятно, что очень мелкие фрагменты мы наблюдать не можем, но тем не менее все, что доступно наблюдением, оно заносится в каталоге. Есть проекты специальных ловчих спутников, то есть спутников-мусорщиков, которые будут с помощью неких сетей или других устройств собирать фрагменты и, соответственно, их утилизировать. Но пока это концепт. В реальности такие аппараты не запускались.